всем привет я к вам опять с десятью раскрасками сейчас прям буквально перебирала раскраски которые больше всего люблю и больше всего заполняются и все перебирала и обратила внимание что у меня есть такие раскраски которые я очень сильно люблю но почему-то по каким-то причинам очень мало их раскрашиваю и вот отобрала опять десять раскрасок и надеюсь вам будет интересно такое видео и начнем очень интересные книги у меня попали в эту в этот отбор начнем с книги побег мир шекспира я ее вообще давненько хотела но по моему в двадцать первом году мне ее подарила дочка на день рождения вроде как на день рождения или другой праздник я не знаю вроде я нигде не записывала нет но у меня по моему в этом в трекере записано очень нравится эта книга нравится всем нравится иллюстрациям иллюстрациями нравится вообще все что нарисовано очень хочется раскрашивать но книга лежит и мне насколько известно наверное одна всего иллюстрация вот это и нравится как получилось и все я не знаю почему она у меня лежит каждый раз ее беру каждый раз перед тем как составляю планы просматриваю думаю чтобы пораскрашивать но все нравится не знаю почему она меня останавливает и и не раскрашивается так что вот так очень нравится книга так что это вот первое следующая книга это айви чернильная бабочка это если вот не последняя книга которая если бы вот ее не было у джоанна вот эта книга у меня одна из самых тоже любимых книг джоанна бэсфорд у меня полностью вся коллекция ну все что вышло в россии джоанна бэсфорд кроме вот как нарисовать чернильную страну по моему называется но там больше джоанна учат как рисовать всякие цветочки узоры и как-то меня она не заинтересовала вообще вот эта книга мне очень нравится нравится бумага нравится то что здесь листы такие не совсем белоснежные немножко кремовые одно время я ее знаете более менее часто раскрашивала но вот на протяжении года она у меня вообще полностью лежит и я ничего не раскрашиваю в ней понимаете хотя нужно взяться за нее вообще отличная книга отлично вот эту иллюстрацию начала больше года назад вот сейчас я смотрю мне вообще не нравится как я и начала раскрашивать когда-то и вот нравится и книга лежит нравится что здесь есть текст можно прочитать и оформить ее раскрасить чтобы была полноценная сказка с картинками но лежит понимаете всем нравится и какой-то я не знаю у кого как но вот у этой книги вот у меня лично которая очень приятный запах от самой книги вот именно печатью книги у всех имеется за свой запах но вот почему то вот эта книга очень приятно пахнет печать такая приятная так следующая сказочные феи я помню так я хотела эту книгу когда я ее увидела прям сразу же и и окупила потому что она мне очень понравилась такая прям сказочная на любой праздник здесь есть иллюстрации но к сожалению книга лежит вот тоже почему лежит и вот каждый раз открою полистаю ее но все мне нравится милые иллюстрации такие милые феечки и домики вот видите есть и всякие грибочки и вот милые просто милейшие иллюстрации но книга лежит я не знаю почему что меня останавливает чтобы в ней пораскрашивать тут всего по моему две иллюстрации раскрашено следующая книга будет наверное удивительно эта книга цветочный год очень люблю эту книгу когда-то дарила мне ее оля я была вообще в диком восторге от этой книги и она мне до сих пор нравится тут шикарная бумага шук шикарнейшие просто иллюстрации но каждый раз также беру пролистываю запланирую раскрасить какую-нибудь иллюстрацию и опять она у меня лежит или же я не выполню то что запланировала я не знаю почему как то вот знаете и силом себя заставлять не хочется ее раскрашивать потому что книгу очень нравится и тяп-ляп не хочется раскрашивать в ней хочется именно чтобы была книга очень красивая и я здесь делаю и фоны и есть и просто например раскрашенные иллюстрации которые ну как сказать не знаю как объяснить ну то есть без добавления фона ну а в основном у меня с фонами то есть раскрашено потому что здесь шикарнейшая бумага и она выдерживает абсолютно все вообще шикарная и акварель и гуашь тем более вообще все и карандаши хорошо ложатся я не знаю почему останавливает она меня хотя хочу ее раскрашивать хочу заполнять ее так следующая книга майн стрит тоже мной очень любимая я бы не сказала что я очень сильно люблю раскрашивать интерьеры дома улицы какие-то вот ну городские какие-то мне нравится какие-то пейзажи такие более природные там например лес горы там такое все а именно вот там улочки какие-то не очень хорошо мне кажется мне даются вот и книга очень нравится здесь очень много стекла которые я еще к сожалению не умею нормально раскрасить но книга очень мне нравится и я боюсь испортить ее ну и не то что боюсь ну вот мне очень нравится эта иллюстрация которая раскрашена была но в то же время вот каждый раз мы ее даже как-то солей брали раскрашивать каждый месяц но потом она у нас застопорилась и остановилась хотя очень нравится книга нравится люблю но лежит следующая книга это за дудал диляра голубятниковой очень мне нравится эта книга я восторге от этих чубриках вот мне они нравятся такие забавные всякие ситуации происходят здесь фестрации вот они такие все смешные все такие классные в забавные и в то же время она у меня лежит вот видите начата иллюстрация испорчен фон я так думаю но я думаю здесь можно поправить все можно раскрасить или акварелью или чем-нибудь мы посмотрим но факт то что очень лица забавные иллюстрации такие вот люблю книгу но тоже вот видите лежит и ждет своего наверное часа можно так сказать жаль что она у меня лежит просто следующая книга игра престолов очень нравится люблю эту книгу тем что она по фильму нарисована нравится иллюстрации нравится герои вообще все мне здесь нравится вот она очень большая занимает очень много времени на раскрашивание и здесь меня пугают эти рамки вокруг если иллюстрацию я еще как-то но смогла бы до раскрасить конечно же на своем уровне а вот но рамки я вообще не знаю как их раскрасить и что с ними делать тоже не знаю что делать с этими рамками вот например да джофри я бы с удовольствием раскрасила на меня останавливает вот эти вот рамки я не знаю как их раскрасить книга просто шикарнейший еще бы конечно здесь была бы бумага получше там же здесь бумага очень тонкая а пространство очень много больших вот например да тут прям ну акварель просится ну как здесь вот дрогана раскрасить да и как без акварели потому что здесь тут замучаешься раскрашивать карандашами просто чтобы как раз самую прям вот акварелью но бумага настолько тонкая что она не выдерживает нормально акварель если только может быть детской какой-то там чуть-чуть повозюкать вот вот тоже да раскрасить на пса здорово отличный портрет шикарный просто но вот здесь столько всего портреты шикарные но вот эти рамки меня останавливают тоже с но вообще все тут иллюстрации все классные вот тоже до ночной дозор здесь как раз сам оба акварелью раскрасить такой огромнейший разворот ну как здесь раскрасить карандашами не хочется испортить например вот следующую здесь вот смотрите дейнерис сделали вот на разворот не очень хорошо но хорошо хоть портрет нормально здесь сам немножко вот здесь одежда только получается вот из-за рамок здесь вот как-то еще как я понимаю золотистой акварелью раскрасила вот видите здесь акварелью сделан он и видно как все протекло здесь шикарный шикарная иллюстрация с джоном вот и с призраком как раскрашивать чтобы не испортить там начну раскрашать акварелью здесь лицо может попасть на лицо сансы короче горят так полет фантазий очень нравится мне эта книга прислала мне и диана за что тоже огромнейшее спасибо очень здесь реалистичные иллюстрации просто шикарнейшие красивая кремовая бумага люблю ее просто пролистывать рассматривать птичек и всякие ягодки и цветочки очень все красиво нарисовано просто шикарно и каждый раз смотрю смотрю думаю возьму раскрашу и не могу решить тут есть некоторые уже раскрашенные иллюстрации и просто книга лежит и ждет своего часа просто жалко что она просто так у меня пролеживается а как попало тоже не хочется раскрашивать хочется чтобы было красиво смотрите какие шикарные иллюстрации я не то что там прям боюсь что ты это я просто вот не знаю как раскрасить чтобы было очень красиво потому что эта книга стоит того чтобы не раскрашивать красиво ну и следующая книга тоже подарила мне диана очень нравится мне эта книга люблю ее за время прям очень как бы как довольно таки часто ее раскрашивала тут не так много иллюстраций но в то же время есть готовые иллюстрации очень хорошо здесь ложится гуашь на эту бумагу и карандашами можно доработать и акварель неплохо ложится феник вот такая гуашевая страница такая плотненькая тоже лежит книгу очень нравится я не боюсь здесь раскрашивать бумага здесь средней плотности ну аккуратненько потихонечку можно раскрашить акварели много очень пустых мест здесь прям предлагается наверное что-то раз нарисовать но не всегда есть желание чтобы что-то нарисовать белочку вот это прямо давно хочу раскрасить и все она продолжает лежать эта книга и вот перелистываю прямо вот сейчас начала и раскрасила но это у меня всегда так бывает и потом сейчас стоит только положить ее и все и опять будет лежать шикарная книга и следующая книга это анастасия колдаревой тоже дарила мне оля спасибо огромное есть за книгу тоже лежит если портрет анастасия колдарева у меня продвигается продвигается неплохо драконы очень люблю эту книгу есть несколько готовых иллюстрации нравится как они получились все нравится но книга почему-то лежит с шикарными иллюстрациями просто вообще невероятно шикарными и знаю как раскрасить и почему я ее не выбираю чтобы раскрасить например не беру в план вот смотрите тоже все протекло абсолютно здесь акварель пожалуйста протекло если может быть раскрасить детской акварелью не протечет ну а здесь у меня белая ночь я так предполагаю давно была раскрашена уже даже не помню ну вот и вот такая книга шикарными драконами очень люблю эту книгу ну к сожалению она у меня просто простаивает на полке двадцатом году раскрашена нарисован фон здесь тоже рисовал так что вот такая чудесная книга ну такую подборку из десяти раскрасок сегодня хотела я вам показать надеюсь вам было интересно с удовольствием посмотрю ваше такое видео если вдруг решите снять тоже ну и следующее наверное же выйдет видео 10 раскрасок которые мои любимые и тоже или же не самые любимые я не знаю как я их назову но те которые больше всего заполняются ну и спасибо за внимание обязательно пишите комментарии для меня комментарии очень важны всем пока до новых встреч отличного всем настроения